здесь тоже все по переворачивала раскурочила странно очень странно в общем продолжение моей истории о том как я ехала в европу да без деталей пока я хочу рассказать это как какая-то основа до зарисовка а там уже посмотрим если вас будет что-то интересовать какие-то моменты я отвечу ну или если я захочу рассказать так вот села я в поезд купе было ну забито купе естественно там все вперемешку мужики тетки девки я помню несколько интересных моментов я помню что у нас ехал человек слепой купе и это мне вот позже когда я уже жизни задумывалась о жизни такой это было как такое своеобразное а мне вообще много в жизни таких вот знаков до каких-то наводящих или что-то нашли что на что-то может указывать вот это был один из знаков таких вот реально слепой человек и когда мы ехали он говорит мне а почему ты идешь без родителей но меня не видят физически я говорю почему вы спрашиваете как бы он говорит но я слышу тебе лет 13-14 как бы как ты как можешь ехать у тебя вообще паспорт есть но я ему тогда объяснила что мне уже 20 там 21 сколько и в общем то я уже взрослая студентка он очень удивился еще помню было два мужика но они я сначала думала не кита родственники или друзья прям они на самом деле просто познакомились пока ждали поезд а потом не просто так вот общались постоянно вместе были вот у меня сложилось такое впечатление парень мы все как-то понемножку себе разговаривали знаете говорили первых три дня все слышь боишься как бы там что не сперли какой человек с тобой едет не знаешь ну после третьего дня вот и скучно и ты уже все подряд рассказываешь так вот мы заметили что этот парень молодой он очень очень волнуется он постоянно без передых убегал там в туалет побриться волосы посмотреть привести себя в порядок такое ощущение что он очень давно ну как бы не было вот между столькими людьми как бы свободными людьми у этом чайки так носит что-то хватает и он такой вот знаете все время что-то спрашивает мнение людей когда что и мы с ним ну вот мужчина который с ним первый познакомился стал общаться смотрю он так тоже его опытом что-то расспрашивает меня закралась такой странная какая-то вот думаю ну что с ним не так оказывается он сидел в тюрьме у нас там какая-то колония была на дальнем востоке и он познакомился по пути в москву вот я не помню в каком городе вышел в общем он познакомился ехал к ней фактически уже жениться или они как-то даже уже это урегулировали раньше и он ехал к ней и вот он все время переживал как он выглядит все летите по сне в порядке как он себя ведет вот он именно людей спрашивал мнение ну его нормальный парень нормальный по общению я например никогда не подумала скорее бы сказал из армии кто-то возвращается чем из тюрьмы было несколько женщин которые потом менялись подсаживались с которыми мы там общались и в общем то если так реально смотреть люди все были очень такие но открытые добрые нормальные вот если ты там хочешь поесть там что-то у тебя нет они подскажут дадут объяснят мы взяли постельное белье там у этой как проводницы недорого взять ой как начало дуть дождите секундочку и в общем все были люди окей то что парень был музык да как сказать тоже не особо напрягала потому что нас половина дальнего востока или сидели или вели себя как будто вышли только что или только собираются туда особо нас там не было так над чем напугать серьезным после 20 лет на дальнем востоке и вот значит а и в итоге и эти люди мне как бы помогли но я расскажу чтоб не забегать вперед в общем мы едем в этом поезде и значит какая ситуация у меня я дело кофту теплую плетеную как сейчас помню и внутрь вшила карман внутрь не такой чтобы он открывался на молнию и в нем я спрятала свои документы потому что я не хотела кофту снимать или сумочку с документами где-то оставлять купе не закрывалась людей много откуда я знаю что может произойти в общем получается я постоянно эти документы таскала с собой а деньги а ну у меня были там какие-то золото украшения это все напялила на одну цепочку она всегда была у меня на шее деньги я засунула в пояс значит вот у меня брюки с правой стороны например рублей с левой эти доллары и вот я так еду да значит штаны снять как бы в общем то за штанами нужно присматривать за кофтой присматривать опять же голой там как-то не разляжешься в купе а там жарко как-то надо подмываться мыться там был душно тоже как-то в него зайти я не знаю как в этом чистили как его содержали короче было весело я уже не знаю на какой день 3 4 в этой духоте в этой постоянно напряге в нервном потому что все равно ты как бы пасешь на все и там у меня две сумки было достаточно такие увесистые дорожные и у меня уже голова короче забетонировалась все я понимаю что мне необходимо голову помыть в конце концов и тут произошла такая история блин опять какая-то собака подождите к ёлки-палки вот мне везет на собак да носится мне кажется хозяин там сидит как в кафешке но сидит ли не факт сиганет на меня куда мне потом кидаться с этой с обрыва головой об землю в общем ну вот она теперь ко мне приближается руки-палки спустилась здесь короче что происходит почему почему собаки постоянно рядом со среди здесь плюшек накидали какой-то опять психопат я думаю что происходит я так ловко ушла от рассказов о хорватии просто когда вижу это свободно бродящих собак для меня это шок в хорватии такого нет я не трус но я боюсь эти я присяду там в общем еду я в этом поезде вся такая страшная вся замученная вся нашу хирина стрёме жирной башкой и проходит как-то вот она сюда теперь спустилась то что происходит она прячется от хозяев или чем сзади пара идет да она типа прячется выбегает и дальше бежит за ней прикол и тогда там получилась такая смешная история сейчас расскажу во первых первая не смешная история это то что ехали мы ехали сесть на купе это плацкар дали как вот вместо совместного гонехали парни военные и у нас есть такой прикол я не знаю сейчас в деревнях такое существует или нет народная забава кидать камни через окна поезда у нас так один знакомый кинул убил повара в поезде сидел за этом а в тот момент когда мы проезжали нас кстати предупреждали возле деревни особенно вы не стойте в коридоре не пяльтесь через стекла всякое может случиться я не верила в это даже если честно несмотря на то что сама знаю что такие истории происходили и вот кто-то камень кинул порезали солдаты я помню кровище бежал через вагон искали там кондуктора и помощь ну ладно в общем дальше там не знаю сколько вот третий четвертый день еще предстоит два дня путешествия и вот парень идет по коридору молодой такой тоже откуда возвращался ну или 20 ну короче мой одногодка получается и вот он говорит такое мне а а он был это я вижу темный такой они русские сто процентов для меня в то время не русские все темные да я вообще как-то вообще не мог не видела разницу не понимала разницу все это для меня было как бы одинаково и вот он говорит такой а я куда ты едешь что сколько тебе лет ну я стояла в коридоре смотрю там через окно он болтает потихоньку начинает говорить и он а он мусульманин был мне такое говорит ой знаешь это вот если бы у меня там не было невесты вот с тобой бы познакомился могли бы там это я такая ну да типа прикалываются с ними говорю ну типа еду вообще как бы типа я бы я дальше проезжаю ну такой нормальным прям прикалывались ржали и в итоге он только сказал мне но говорит волосы тебе по-любому надо помыть как бы не со зла и мы так ржали над этим и он мне взял и снял резинку с волос и вот как он ее снял как был хвост так он и остался как забетонированы на башке я понимаю все надо мне в душ и я так-то на раскоряку кое-как там держась зубами за полку и ногами в стену мне удалось в общем привести себя в порядок и следующий день в этом поезде идет опять же этот парень темный и он подходит смотрит на меня и говорит вот это уже совсем другое дело у меня была такая прическа длинного каре и волосы естественно там дыбов стали распушились и он такой нифига себе типа какая разница и в этот же момент проходил пьяный мужик по этому по коридору как бы вагона встал напротив меня я уже думаю ну все еще и алкаши тут короче разбираться с ним вот так долго долго стоял на меня смотрел потрогал волосы говорит малыш ты прекрасен какой бухой никакой но тогда я поняла что голову надо мыть почаще я была рада что в поезде у меня всего еще пара дней и я выхожу на свободу кстати интересно что мы выходили например там какие-то города по пути причем в иркутске должен был дядя мы подойти но это я вспомнила мне пейджер был с собой прикиньте пейджер блин но на нем не будьте будильник был активно все остальное никак и сам прикол что вроде тут дядя должен был подойти но не знали там точно нигде он будет не я время мы так и не состыковались тогда когда мы выходили из поезда уже после двух-трех дней постоянно этой дороге ты не можешь ходить нормально у тебя прям вот ритм ног ты дэн 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 тебя прямо уносит надо попить мне горло болит туда-сюда тебя колышет и такое ощущение что ты все еще на поезде находишься вот но это в общем так вот что происходило в самом ой поезде коротко и мы по и подъезжаем уже к москве я спрашиваю еще у людей когда же москва если по расписанию должна быть москва что это какие-то там в сарае деревня какие-то пути непонятный срач они говорят так это и есть москва как бы мышь не подъедем сейчас сразу тут там золотые купола колокола или там площади разные вот оно и есть я не знаю как сейчас это выглядит но тогда очень удивилась потому что так сказать пригород такой уже ближе да к москве он выглядел прям как-то ну не ахти и вот так вот мы в общем-то приехали нашу нашу столицу